так всем добрый день с вами александр котин это рубрика открытый микрофон и раз в две недели я делаю свои видео для данной рубрики если у вас появятся вопросы вы можете написать их в комментариях под роликом и в следующем выпуске я на все ваши вопросы обязательно отвечу под предыдущим роликом вопросов нет поэтому мы идем по плану смотрим все валютные пары которые мы обычно смотрим золото нефть индекс s&p 500 ртс так далее и я напоминаю что вы можете записаться на мою бесплатную консультацию ссылка в описании вы можете сразу попасть в мою ватсап оставить заявку я вас запишу на то время которое будет свободно у меня и будет удобно вам и что мы сделаем мы определим какая у вас сейчас ситуация с трейдингом что у вас получается что не получается куда вы хотите прийти то есть что вы хотите получать от трейдинга и сделаем план действий который вам поможет прийти туда куда вы прийти хотите и этот план вы можете сможете реализовать самостоятельно либо с моей дальнейшей помощью если она вам понадобится я вам расскажу как ее получить итак мы начинаем давайте обратим внимание на евро доллар сначала и потом все остальные валютные пары и так на евро мы видим восходящий тренд я считаю что здесь вероятно развитие коррекции глобальной вот такой вот и без если мы берем в недельном графике эту пару открываем но это будет понятно потом сейчас нам это особо не интересно мы будем смотреть на дневной график и искать точки входа с меньших таймфреймов соответственно тогда когда завершается коррекция и будет возможность зайти в новую импульсную волну и так на дневном графике развитие импульса продолжается я говорил что скорее всего после коррекции мы увидим дальнейший рост точек входа у меня не то что не было они были но я их не все отработал настолько вот качественно насколько смог да и в этом месяце я вот только-только выхожу в плюс этот месяц он отличается от июня июля и соответственно ну такое бывает не каждый месяц мы можем делать прибыль это и рынок может не позволять это и на наш какие-то внутренние моменты могут быть когда нам не хочется например торговать такое бывает у всех и ну мы не роботы в конце концов да даже если вы используете роботов то их тоже там надо оптимизировать там есть свои заморочки в этом вопросе но вернемся к евро доллару и так что мы видим с вами на часовике это получается у нас первая вторая третья волна в новом движении я думаю что вот здесь можно посмотреть за внутридневной точкой входа которая может образоваться где-то в районе вот этой вот волны а и соответственно вот при завершении волны c можно понаблюдать за точкой входа на покупку и совершить сделку по тренду опять же при наличии сигнала паттерна ну то есть все как я люблю тренд паттерн сигнал по моему я уже озвучивал эту схему по которой я работаю вот так вот дальше что британский фунт если мы смотрим дневной график развитие идет восходящего движения и на четырех часах тут у меня была точка входа на покупку я вам даже покажу какие у меня были сделки то есть первая точка входа была здесь до сначала я получил стоп разумеется нормальная история потом тут я добавился здесь я пропустил точку выхода вышел позже хотя в принципе эти две позиции можно было оставить и до текущих значений но я попытался потом перезайти точнее хотел перезайти отсюда при завершении коррекции но тут не было четкого сигнала который мне бы вот понравился и я бы мог его взять да возможно это было с 30 минут но здесь в общем было очень все так смешано и не очень-то мне хотелось в этом месте куда-то заходить отлично пропустили пропустили не все движения мы будем брать ни одна торговая система не позволяет нам брать все движения до идеального ничего в принципе не существует вот поэтому но пропустили хорошо в этих случаях в этих ситуациях я говорю просто так что если я что-то пропустил значит будет еще ситуация значит будет еще . входа идем дальше с фунтом давайте закончим я считаю что здесь вы вероятен дальнейший рост в то что мы видим в часовике это 1 2 3 волна и после развития 4 волны я думаю что еще будет 5 швейцарский франк у нас идет удлинение вниз то есть удлиняется импульс на месячном графике и эта пара она вернулась свой нисходящий тренд но опять же на мой взгляд и здесь очень неплохо было бы торговать непосредственно по этому тренду особенно если мы говорим про дневной график а заходить будем например там с меньших таймфреймов но вот здесь была не очень такая симпатичная коррекция у нее волна би уходила за минимум предыдущего импульса и волна c не добила максимум волны а хотя отсюда я бы и смотрел точки входа на продажу значит это не мой паттерн и не моя ситуация которую я бы стал торговать с другой стороны внутри дня здесь была неплохая точка входа в продажу но насколько я помню я и не взял потому что не смотрел таймфрейм и ниже часового там двухчасового четырехчасового графика дальше что иена если мы посмотрим месячный график то здесь вот я считаю что мы можем прийти к минимумам которые были образованы в шестнадцатом году и здесь развивается волна c завершилась волна би вот тут сложная то есть вот как то так я вижу эту ситуацию и движение здесь сориентирована вниз собственно здесь была точка входа на продажу тоже ее не взял как-то я расслабился в июле и вот это немного уже ушло перенеслось вот это вот расслабленность перенеслась на август я стал пропускать точки входа но такое тоже бывает во всяком случае я сделаю отдельный ролик по результатам своей торговли за август вообще по результатам своей торговли за каждый месяц я делаю ролики на своем канале и если это интересно вы можете на мой канал подписаться и разумеется данный ролик увидите поение я считаю что формируется импульсная волна 1 2 3 вероятно 4 5 мы увидим и возможно будет очередная скорее коррекция с которой можно будет присоединиться также в продажу австралийский доллар на мой взгляд здесь идет удлинение то есть вот формируется импульс точнее продолжается импульс на дневном графике здесь у меня тоже была точка входа вот тут была красивая точка входа но я преждевременно закрыл эту сделку поскольку на дневном мы находились слишком высоко уже то есть всегда сложно торговать на вершине тренда тогда когда уже мы там все все максимумы обновляем но происходит удлинение вот тогда сложно торговать и сложно удерживать позиции по тренду потому что в любой момент может произойти коррекция и здесь очень сложно было сказать что здесь происходит поэтому я позицию данную прикрыл и принципе я думаю что правильно сделал поскольку тут не было ясной картины на которую можно было бы опираться и быть уверенным в дальнейшем росте идем дальше я считаю что по австралийцу возможен и дальнейший рост и удлинение данного импульса а вот по новозеландскому доллару я обратил внимание на вот этот бар на недельном графике конечно здесь тоже возможно и удлинение потому что как правило австралийцы новозеландец они очень сильно коррелируют однако есть такой момент что тут есть различие вот в текущей ситуации здесь есть различия у новозеландца и австралийца потому что я считаю что здесь один два три 4 5 импульсная волна закончена и возможно развитие коррекции поэтому я бы не стал использовать точки входа на покупку потому что завершился импульс и я могу оказаться просто в коррекционной волне поэтому я наблюдаю дальше что я буду делать если я что-то буду делать по новозеландскому доллару я буду ждать развития импульсной волны возможно это будет волна а и вот только тогда с ее коррекции я бы посмотрел какие-то продажи пока что называется надо дать этой ситуации самоорганизоваться канадский доллар здесь происходит удлинение так как первая и третья волны они были плюс минус равны удлинение пришлось или приходится в тиху в текущий момент на пятую волну здесь идет развитие этой самой пятой волны она удлиняется параллельный рынок поэтому я не советую здесь заходить в какие-то скажем так покупки долгосрочные да можно как какую-то коррекцию от торговать но опять же я не советую это делать поскольку сами коррекции не торгую и следует только за трендом в данной ситуации здесь сложно говорить о какой-либо разволновки скорее всего это выглядит вот так 12 и это все удлинение третьей волны либо даже если вот это у нас была точнее третья четвертая это удлинение пятой волны всего этого импульса когда он достроится тогда это все будет видно поэтому относительно волн я не принимаю решение то есть я беру только коррекционные паттерны и отслеживаю их по тренду и там же еще точки выхода золото держу в покупке заходил я здесь не своим обычным способом заходил на прорыв фрактала что делаю крайне редко и считаю что золото в принципе еще может порасти поскольку если вы откроете недельный график то мы с вами здесь увидим 12 и вот это все третья волна которая не закончилась 1 2 3 4 5 1 2 соответственно 3 3 тут это все прекрасно видно на дневном графике получается что у нас здесь третья волна вот у него максимальная движущая сила 1 2 3 вероятно 4 вероятно развитие 5 но есть момент что вот сама четвертая волна она может усложниться и то что здесь происходит это часть этой четвертой волны однако мы видим с вами трендовый рынок и скорее всего здесь просто увидим дальнейший рост то что уже мы видим внутри дня это больше похоже на 1 2 3 и развитие четвертой волны возможно еще мы увидим пятую волну завершение этого импульса возможно и увидим удлинение что в принципе мы и видели золоте до этого это когда импульсом постоянно делает откаты и идет постоянно идет вверх после этих откатов поэтому я постараюсь удержать эту позицию максимально серебро также склонна к дальнейшему росту так как находится в восходящем тренде очень походит на золото я считаю что здесь даже нет смысла долго об этом говорить 12 или вот тут 12 это все три вероятно третья волна еще даже не закончилась то есть тут только дальнейший рост снт пи у нас происходит удлинение то есть здесь параллельный рынок скорее всего мы будем обновлять максимумы образованные в феврале и возможно уходить даже выше bitcoin на мой взгляд если мы посмотрим на недельный график то увидим широко раскрытые линии баланса растущего о 12 скорее всего мы в третьей волне на дневном графике вероятно дальнейшее удлинение поскольку четыре часа уже будет говорить четырехчасовой точнее график будет нам говорить о том что это первая вторая это третья в каком-то новом импульсе это коррекция в четвертой волне и по всей видимости мы увидим здесь дальнейший рост нефть марки бренд это выглядит как этот график выглядит как удлинение и скорее всего здесь тоже мы можем еще обновить какие-то максимумы образованные в даже в начале августа что касается индекс ртс скорее всего здесь также идет удлинение и индекс ртс следует за всеми мировыми индексами в частности походит чем-то на то что мы видим на с напи 500 если говорить про фьючерс на доллар рубль то очень вероятно очень вероятно что здесь просто формируется сложная коррекция 1 2 это все развитие куда вероятно третьей волны если мы с вами посмотрим часа четыре то это очень походит на сложную коррекцию после которой очень вероятно мы увидим дальнейший рост вот пока на этом все август на мой взгляд вот такой скучный месяц в этом году с точки зрения трейдинга да ну возможно кто то что ты попробовал от торговать и взять вот я только-только выхожу в плюс в этом месяце соответственно как уже сказал ролик отдельный по моим результатам будет на моем канале уже наверное в начале сентября или в середине сентября потому как в начале сентября у меня будет отпуск и вероятно я не через две недели появлюсь а слегка попозже где-то наверное уже в середине сентября у нас будет с вами следующий ролик поэтому на этом все если бурки то вопросы велкам в комментарии всегда рад ответить если это вопрос короткий если он не короткий и там нужно что-то показывать то отвечу на него в следующем видео с вами был александр котин успешной торговли на этом у меня все пока